МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа АЛЮМЕД. Социальные инициативы президента стали дальнейшим шагом по укреплению социального единства нашего общества. Прежде всего, они направлены на поддержку социальных уязвимых слоев населения, студенчества работников с низкой заработной платой. Обсудить значение этого документа и другие темы пригласили в студию председателя общественного объединения ЗИАТКОР Вауржана Ибраева. Здравствуйте, Вауржан Аркетович. Начнем с разговора с пяти социальных инициатив. В чем, на ваш взгляд, актуальность и социальность инициатив Ельбасы? В самих инициативах, то, что они озвучены как социальные, они как раз и должны сыграть свою социальную роль. Потому что в наше время мы очень много говорим о уязвимости тех и иных слоев населения. Это, конечно, наши пенсионеры и наша молодежь. И вот эти как раз пять инициатив, они помогут именно вот те основные вопросы, которые стоят на повестке дня наших вот сограждан, помогут, ну, содействуют в их решении. Начну с жилья. Это вопрос жилья, это самый такой актуальный. Ведь если есть крыша над головой человека, он чувствует себя уверенно. И на производстве, и семья стабильная. Потому что мы же знаем очень много примеров, когда семьи рушатся именно из-за отсутствия жилья. Вот эти скитания по съемным квартирам. Да, скитания по съемным квартирам. Как говорил классик, любовная лодка разбилась об быт. Да, разбилась об быт. И поэтому, я думаю, что вот эта инициатива и та, скажем, программа, по которой, я думаю, надеюсь, большая часть нашей молодежи и уязвимые слои общества смогут приобрести жилье, я думаю, что это будет очень большим прогрессом в этом направлении. Как для педагога? Вот то, что касается образования по грантам и по общежитиям, пожалуйста, Ваши. Ну, я непосредственно сам педагог и работаю в этой сфере, и занимаюсь воспитанием учащейся молодежи. Поэтому могу сказать, что вот эти инициативы тоже своевременные. Почему? Потому что вот эти увеличения количества грантов по направлению высшего образования, я думаю, это еще больше расширит круг доступа талантливой молодежи, потому что мы знаем, что у нас очень много талантливой молодежи, которые в силу материальных каких-то там обстоятельств, они не могут, к сожалению, попасть в то число обладателей грантов. А теперь это число увеличилось, и я думаю, что это очень большое подспорье и стимул для наших девушек и парней для поступления в высшие учебные заведения. Тем более там расширяется круг технических специальностей, а это как раз в условиях цифровой экономики, инновационной экономики. Да, четвертая промышленная революция. Да, четвертая промышленная революция, это как раз, я думаю, отвечает именно этому запросу. Ну и, конечно, общежитие, это именно, как мы сейчас говорили о жиле, это второй дом. Студент, часть, он все-таки очень большую часть времени проводит в общежитии. И в каких условиях он живет, какая там атмосфера, и какие условия, это все тоже играет очень огромную роль. И поэтому то, что вот это будет проблема решаться... Родители будут, первое, менее затратно содержать своего ребенка в городе, да? Потому что за квартиру тоже нужно платить. Лучшие эти средства высвобождены. Он будет направлять на, может быть, на еду, на питание или на приобретение какие-то... Да, может быть, он... Аксессуаров там, компьютеров и так далее, программ. Да, какие-то учебные принадлежности, может быть, дополнительные какие-то себе приобретет. Ну, более будет глубоко заниматься учебой, значит, добычей знаний, меньше думая о каких-то материальных сторонах своего бытия. Вот еще в инициативе было снижение налогов для людей с низкозародной платой и газификация. Пожалуйста, вот ваше мнение по этому поводу. Ну, газификация для нашего города это вообще актуально. Потому что вот у нас же притча во языцах стала, что мы город этих... На баллонах сидим. Да, на баллонах сидим и этих... И плюс на арестонах. Да, на город арестонах. Ну, это, конечно, шутка шутками, но это же очень большая вероятность чрезвычайных ситуаций. Кстати, которые были неоднократно. Если эта проблема не будет решаться, она и будет продолжаться. Я боюсь даже повозрастающей, потому что со временем теряется все-таки... Оборудование, даже какое бы оно ни было бы, она изнашивается. И большая вероятность возникновения каких-то таких чрезвычайных ситуаций, пожаров и так далее. Поэтому газификация, я думаю, что это очень своевременно. И это стоит на повестке дня очень давно. Уже мы знаем, сколько руководителей регионов поднимали этот вопрос. И на этот раз мы и надеемся, что... Тем более это инициатива самого президента. Я думаю, что никто не сможет противостоять этому... Образно говоря, это гарантия гаранта. Да, это высшая гарантия. Тем более президент наш гарант. Поэтому мы надеемся, что эта инициатива будет реализована. И, конечно, то, что благодаря налоговому послаблению более 2,7 миллионов человек получат повышение по зарплате без нагрузки на работодателей, на бюджет, я думаю, что это тоже очень своевременно. Почему? Потому что мы знаем зарплаты наших людей, которые работают в системе образования, тех же, тех персоналов, тех, кто работает именно в таких работах, которые, казалось бы, ну... Они важны. Черновые, так скажем, да, черновые работы, малоплачиваемые, но без них нельзя. И если вот эта категория получит на отбавку по зарплате, я думаю, что это тоже поднимет оптимизм. Правильно? И многие семьи будут более стабильными, более с таким оптимизмом смотреть. Хорошо, Варжан Хрисович, вот сейчас в нашей стране три документа, которым уделяется большое внимание, мы все об этом знаем, это послание, статья о духовной модернизации и сейчас мы о которой говорим о социальной статье. Вот какой из них наиболее подходит для реализации неправительственного объединения к сектору, к которому вы сейчас относитесь? Ну, если смотреть глобально, как я говорю, то они все равноценны. Ну, если смотреть с точки зрения духовного, скажем, пересмысления и реформы общественного сознания, то, конечно, Дарухани Жангру. Потому что если человек духовно наполнен, если человек знает свои истоки, свои корни, если человек, значит, опирается на историю своего рода, края, родины, то этот человек, его нельзя будет ни, как говорится, ни одурманить, ни вести заблуждение. Как мы видим очень часто примеров таких, да, печальных, на примере других государств, когда болванивает народ, выводят на улицы, совершают революции, бессмысленные и бестолковые. Поэтому если человек духовно наполнен, если он знает свой исторический код, свое родословное, то этот человек, я думаю, будет всегда верен тому истинному, что тот стержень у него будет, который не позволит, как говорится, сойти с нашего правильного. Тем более, Дарухани Жангру направлена программой на поколение, которым сейчас, наверное, 20-25 лет, потому что наше поколение, оно в этом отношении, наверное, более подклонно, потому что мы были воспитаны на произведениях Ильяса Исемьерина, Сабита Муканова, Сабита Мусрепова, если говорить о казахском национальном коде, то там было все разложено, все по полочкам, достаточно актуально, пунктуально, несмотря на влияние большой советской идеологии. Да, да. Ну, я хочу сказать, что я очень глубоко работаю с молодежью. И, как говорится, ну, налицо, конечно, вот мы много говорим о воспитании нашей молодежи, но и многие говорят, вроде бы столько институтов занимается этим вопросом, но здесь работа непочатый край. И программа Дарухани Жангру как раз позволяет нам, вот именно целенаправленно, работать в этом направлении. Ну, к сожалению, вот я могу сказать, что история края, история даже своей родной семьи, ну, очень многие, очень много, большая часть молодежи не владеет этой информацией. Ну, в принципе, это, по идее, должно знать каждой городской семье. Да, должны знать, об этом же мы и говорим давно, и от нас требовали. Но сейчас, если просто спросить, я думаю, будет очень проблематично в этом плане найти такие, скажем, положительные примеры. Вот благодаря программе Дарухани Жангру появилась карта сакральной географии. Вот скажите, насколько удалось Акмолинской области, на ваш взгляд, защитить свои объекты, и что бы вы сами, как любители археологии, порекомендовали внести в нее? У нас, по большому счету, вот 10 объектов вошло в республиканскую карту. Ну, я уже более 8 лет уже увлекаюсь, так скажем, археологией. Многие годы участвовал в археологической экспедиции. Я хочу сказать, что это очень увлекательное дело. И когда участвуешь в экспедициях, понимаешь, насколько наша история страны еще покрыта белыми пятнами. Потому что то, что мы изучали в советское время, в учебнике истории, это практически мы, и вы можете подтвердить, история нашего края, наша страна, она практически не освещалась. Ну, история Казахстана, по сравнению с другими историями, была вот такой книжкой, толщиной, наверное, 8 миллиметров. Да, да, да. 8 миллиметров. Да, да. Там и все скользко. Все, да, поверхностно, да, и так далее. Тогда и кинесары называли националистом там, и так далее. Ну, в общем, там был такой подход, вы знаете. Сторонний, да, идеологический подход был. Поэтому, когда вот участвуешь в экспедициях, про вот я хочу сказать, что все эти экспедиции в свое время организованы благодаря программе Мадине и Мура, которая инициирована была президентом. И сейчас эта работа будет продолжена благодаря программе Рухани Жангру. Я считаю, что это очень правильно, потому что именно вот такие мероприятия, именно археологического характера, они позволяют более глубоко раскрыть историю нашего края. Вот возьмем село Киниткуль. Казалось бы, ну, вот в советское время я знал, что есть такое село, да, и все мы как бы привыкли, что есть такое село. Но это село на сегодняшний день, я считаю, что это большой-большой такой исторической ценности, объект. Почему? Потому что вот я когда участвовал в экспедициях, я разговаривал со специалистами. В этих местах, где находится село Киниткуль, еще более ста лет можно вести раскопки. И там вообще очень много... Какой строк охватывает, например, какой период это? Это первый век до нашей эры. То есть до Христового периода? Да, до Христового периода. И там есть уникальные были находки, и даже сами жители не подозревают, насколько в таком, скажем, исторически важном месте они живут. Ну, найти археологические вот эти места раскопок будущих, конечно, очень сложно. В этом помогает, конечно, современная техника. Есть такое устройство GPS, называется. С помощью него сканируется поверхность, рельеф. И находятся те или иные объекты, которые, по предположениям археологов, специалистов, могут представлять историческую ценность. Затем туда выезжает разведка, она называется разведка, в которой обследуют. И если подтверждается, туда выезжает археологическая экспедиция. И вот в районе села Кинкуль более ста таких объектов, которые еще можно раскапывать. Вообще, за счет собственных средств выезжаете или какой-то финансированный все-таки есть? Ну, это обратно же программа Мадини Мура, Центр охраны историко-культурного наследия. И я вот хочу отметить, это Центр очень проводит большую работу по восстановлению истории нашего края. И зачастую вот они жертвуют своим отпуском, своим личным временем. Ну, и нас вовлекая, так скажем, в хорошем смысле больных на это дело людей. Мы вот с большим азартом и большой любовью участвуем в этих экспедициях. И что самое главное, я вот хотел бы отметить, что в этих экспедициях мы берем с собой учащуюся молодежь, студентов берем. И что бы я хотел бы отметить, что вот это влияние того, что мы находимся именно на природе, что мы ведем раскопки, находим исторические артефакты, что мы живем именно в полевых условиях, где именно сплоченность, дружба. Вот какая-то романтика еще, да, вот эта песня под гитару, костер, картошечка. Да, вечера у костра, пищу готовим сами. Ну, вот такой неприхотливый быть. И я хотел бы отметить, что вот, казалось бы, такие мелочи, но вот именно в таких условиях, я могу сказать, сто процентов происходит очень много примеров трансформации. Молодого человека? Молодого человека, да. Буквально на глазах меняется. Приезжают они, как бы сказать, озираются, многие как бы не понимают, зачем они там, для чего они там оказались. Ну, практика, практика, сказали, как бы, надо, приезжают. Проходит неделя, вторая, и вот это общение, вот это участие, вот это труд, значит, единение, единые цели. В конечном итоге, когда мы уезжаем через месяц, такой стоит, знаете, рев, особенно со стороны девушек. Понятно. Да, и хотят уезжать, такие, знаете, родственниками, да, близкими людьми становятся, потом переписываются очень долгое время, делятся своим переживанием, ну, по-настоящему единение духовное происходит. Я вот очень многим говорю, что вот, говорим, интернет, вот эти современные технологии, они, к сожалению, большой вред наносят, нету коммуникации, нету у людей общения. А вот, когда мы привозим их в археологическую экспедицию, они первое время бегают по сопкам, ищут интернет, потом успокаиваются, потом они понимают, что есть другие методы общения, получения информации. Начинается выстраивание коммуникации, и вот они начинают по-настоящему общаться, и открывают себе, в себе, в окружающем очень много. Понятно, они начинают общаться вербально. Да. Вот НПО «Зиадхор» существует с 2013 года. Вот как-то вы начали все с места в карьер, только начали, вот, открылись, и я вот, позвольте, зачитаю, практически архивную уже информацию, называется «Среди лучших за волонтерскую деятельность по республике». Среди 20 участников из разных регионов Казахстана, обладатель номинации за вклад в волонтерскую деятельность в республиканских конкурсах «Камхорша» 2013, стал председателем как штабского НПО «Зиадхор» Уважан Ибраев, там «Осная цель», там, там, и так далее. Вот прошло уже пять лет, в этом году пять лет. Что еще удалось сделать за эти годы? Ну, как говорится, я никогда не говорю, что проделана колоссальная работа, я говорю всегда определенная работа, как говорится, скромность всегда нужно соблюдать в этих случаях. Но мы никогда, скажем, не останавливались, мы всегда идем в направлении того, что быть всегда ближе к молодежи, к нашим девушкам, ребятам, к нашему недалекому будущему, потому что от того, насколько мы на них влияем и как мы влияем, конечно, зависит наше будущее страны. А здесь очень, я говорил выше, очень большой непочатый край работы. К сожалению, такова сейчас ситуация, что очень большой негатив идет через социальные сети, пытается нашу молодежь каким-то образом, скажем, вводить заблуждение, зомбировать, идет неправильная информация, искаженная информация. И она, конечно, определенным образом где-то и коверкает юные души, правильно? Ну, они податливы, даже материал, который, да, можно его так свлепить, может так, по идее. Поэтому я считаю, что моя работа как общественник как раз и заключается в том, чтобы на личном примере и через выстраивание определенных мероприятий, проведение определенных мероприятий, нашу молодежь тянуть именно к тем ценностям, которые они во всем временам будут востребованы. Это гуманизм, милосердие, тяжело. Чтобы они без какого-либо сарказма говорили, что смысл моего существования – это служение гуманистическим идеалам человечества. Да, да, да. Понятно. У нас, к сожалению, время нашей эфиры подошло к концу. Спасибо, уважаемый Аркетич, что пришли к нам в студию. Успехов вам в работе и с молодежью, и в общественной работе, и в археологии. Удачи вам во всем. На этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, я не принимал участие. Представили общественное объединение «Зиадкор» Балжан и Браев. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова